всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим про очень замечательную механику маленькую небольшую скорее всего про нее уже давным-давно забыли маленькая полезная механика как все думают бесконечные ремки и аптечки в бою они на самом деле не бесконечные кажется по 90 штук на бой дается вы их никогда в жизни не проклацать столько за бой но после того как вы использовали расходники либо ремку либо аптечку через время они перезаряжаются и можно снова клацнуть это очень замечательная механика которая со временем привела к тому что игроки просто перестали переживать за свой танк у них просто нет времени поиграться с ним в его внутренние какие-то модули либо членов экипажа раньше такая возможность была ведь после того как вы ошиблись подставились под врага вам могли не просто нанести урон а выбить какого-нибудь члена экипажа или сломать что-нибудь внутри танка после чего вы используете ремку аптечку и ее больше у вас на бой нету а это означает что вы на подсознании хотя бы уже начинаете понимать что нужно играть аккуратнее следующего шанса уже не будет и нечем будет подчиниться и полечиться и так или иначе большинство танкистов об этом начинали задумываться и играли аккуратнее это было заметно что раньше игроки были намного аккуратнее да конечно подставлялись но не такое количество людей как сейчас сейчас люди вообще страх потеряли ломятся как попало получают урон и едут дальше они не играют с танком в его внутренние какие-то модули это просто пустое нечто которое несется куда попало стреляет куда попало в него просто прилетают пульки делают дырочки просто хпшка отнимается и все цифельки поклацал все починилось все полечилось поехала дальше если вдруг каким-то чудом выжил через время ремка аптечка перезарядились и можно ехать еще бодро сливаться прошло довольно таки много времени как это добавили в игру и сейчас люди перестали вообще чего-либо бояться в игре страх пропал полностью за свой танк никто не переживает а были моменты когда ты доигрывал бой без какого-нибудь члена экипажа или без боя укладки и это накладывало особенности на бой такие что ты выбирал другие маршруты другие тактики с выбитыми внутренностями танка ты уже играл совсем по-другому и приходилось так или иначе обращать внимание механики игры заставляли тебя на это смотреть и как-то насчет этого думать хоть что-то сейчас же вообще такое ощущение что люди забыли в какую они игру играют и такое ощущение что внутри танка просто пустота которая время от времени требует от тебя нажимать четверочку либо пятерочку и все это как какой-то тамагочи которому нужно время от времени кормить либо аптечку либо ремку уже не чувствуется что там внутри танка что-то такое там с различными важными деталями для танка или что там внутри сидит экипаж ты просто ему аптечку воткнул в лоб он ожил и дальше работает это вообще никак страх у людей из-за этого пропал полностью хотя казалось бы это хорошая вещь добавить ремочки аптечки которые перезаряжаются и люди не будут страдать доигрывая бой без какого-либо приятного и нужного внутреннего модуля танчика либо важного члена экипажа и сейчас бои превратились в полнейшую кашу да конечно очень много еще и остальных мелких или крупных вещей разработчики добавили в игру которые влияют на скорость игры но ни одна из них не влияла на игроков остальные механики не заставляли вас перестать бояться они не показывали вам что ваш танк внутри просто пустота а эта механика делает ваш танк просто пустым никаким ваш танчик вас никак не отягощает и только вот в этой ситуации правильно использовать замечательное выражение одного из разработчиков что вы должны в игре пострадывать это все правильно если в правильном месте это сказать если ты в бою ошибся у тебя на это есть всего лишь одна попытка использовать один раз ремку или один раз аптечку после этого веди себя аккуратней а раз ты ведешь себя аккуратней значит и более живучий менее агрессивный и дольше продолжаешь просто жить в бою и ждешь удобного случая чтобы безопасно что-то сделать более безопасные маршруты и позиции выбираешь но сейчас этого больше нет и ты не пострадываешь в бою а ведь ты должен пострадывать за то что ты ошибся сейчас игроки не пострадывают за то что они ошиблись они вылезли по на получали циферки клацнули все полечилось полетели дальше умерли все либо через время после того как они подставились и получили ремка аптечка опять перезарядились они не чувствуют что что-то потеряли и опять начинают ломиться куда угодно это очень сильно заметно что в рандоме страх за свой танк переживания вообще пропали и ты никак не страдаешь от того что ты ошибался или подставлялся сам в бою да еще конечно добавили арту с оглушением которая видимо должна была эту дырку в геймплее закрыть но новая арта сделала еще одну дырку вместо того чтобы закрыть другую арта кидает оглушение все там ломается ты тоже самое нажимаешь ремку аптечку и все ничего как и не было и едешь дальше сливаться либо играть там нагибать смотря какой у тебя там скилл но большинство едет сливаться знаю что через время все опять перезарядиться и мы ничего не потеряли но иногда ремок аптечек нету они на перезарядке арта в нас кинула враги выезжают добивают нас и все так или иначе ты просто выключен на время сбоя либо просто клацнул циферки поехал дальше и арта ничего этого не сделала никакой дырки с собой она не закрыла сделала новую дыру из-за чего бои только еще быстрее ускорились особенно в связке с колесниками это неимоверно быстрые бои так вот в чем мое предложение и претензия в том что нету никаких игровых механик которые бы наказывали тебя и давали время поиграться с танчиком а не только лезть на врага и умирать если уже добавили бесконечные ремки аптечки то тогда уже нужно добавить таймер или анимацию или и то и другое вместе что ты это применяешь еще было бы неплохо чтобы танк в это время останавливался чтобы ты хоть на немного вышел из боя остыл подумал нашел место где это делать и не летел сломя голову снова сливаться поскольку на ходу на лету просто клацать ремки аптечки и лететь дальше но это вообще никак это даже для аркады вообще никак выглядит я бы поверил если бы это была мобильная игра и типа из-за перенасыщения геймплея сувать еще такие механики в мобильную игру было бы ну перебор но в компьютерной игре ремка аптечка это просто циферка которая клац-клац все починено все полечено и ты просто не останавливаясь как летел так и летишь это что-то вообще никак эта механика замедлила бы игру в несколько раз сразу прям бои стали бы неимоверно медленные также еще для каждого класса техники или для каждого танка отдельно можно было бы назначить свое время всех этих механик для того чтобы от балансить скорость и частоту участия в бою разных классов техники таким образом допустим лтшки сделать время использования дольше а жирному тяжу вообще можно сделать так чтобы он не останавливаясь все это делал но это только супер тяжам допустим обычному тяжу небольшое время понадобилось бы для этого для того чтобы сумасшедшие лт воды хоть на какое-то время уехали нашли место где залечивать раны и побыли там хоть какое-то время одумались куда они ломятся а тяжелые танки так или иначе все время потихоньку едут в сражение их выводить из боя смысла нет ну в общем можно сделать и наоборот это нужно проверять только в тестах у себя в голове это невозможно никак предсказать какой от этого будет эффект но так или иначе хоть что-то из этого нужно а вот оглушение у арты вообще не нужно абсолютно как и чрезмерная сверх точность поскольку намного легче наносится урон чем с обычного танка это перебор чувствуется что игра создана только для одного класса техники такого не должно быть поскольку если эти механики добавлять от арты будет еще сильнее гореть и она еще больше будет казаться не нужной в игре убрать чрезмерный сплэш убрать оглушение сделать одну арту на бой и пусть она там валяется хотя она даже одна не нужна на хер в игре так или иначе чтобы там не делали с артой эти механики очень сильно бы замедлили игру у картошки были хотя бы какие-то минимальные зачатки механик твоей работы с твоим же танком но они их полностью убили вводом бесконечных ремок аптечек что убило в игроках какое-либо переживание за свой танк и со временем они стали играть бесстрашно упарываться что привело к неимоверному количеству турбо боев плюс еще разработчики подкинули дров печку добавляя танки и классы техники которые очень быстро принимают участие в бою это и новая арта и колесники и увеличение количества лт даже с тем количеством арты и тем количеством лт которые сейчас есть эти механики бы очень сильно замедлили игру ибо и не были бы по две минуты и люди бы начали переживать за свой танк и хоть что-то про них думать даже если они полные раки с вами был варчик играть красиво всем пока